Этого торжественного события в Бресте ожидали почти 4 года. В новом корпусе учреждение здравоохранения нуждалось особенно. За время существования онкодиспансера, а это ни много ни мало, практически 7 десятилетий, количество пациентов, нуждающихся в помощи, увеличивалось. Число хирургических вмешательств в стационаре возросло со 193 в 1950 году до практически 2000 в 2013. Начатые в конце 2010 года работы проводились активно на протяжении всего периода строительства. В корпус поставлялось только новое оборудование, удовлетворяющее всем современным требованиям. В палатах и кабинетах медперсонала создавались все условия для того, чтобы пациенты чувствовали себя комфортно, а сотрудники учреждения здравоохранения имели все возможности для оказания качественной помощи. И вот долгожданный момент настал. Первым оценил масштабы новоселья губернатор региона Анатолий Лис. Председатель облсполкома лично ознакомился с созданными в учреждении здравоохранения условиями для получения медицинской помощи. Финансировалось строительство в основном из областного бюджета. Затрачено в общей сложности более 250 миллиардов белорусских рублей. Новый корпус онкологического диспансера рассчитан на 220 коек. В здании разместились оборудованные палаты и центр стерилизации. Появилось торокальное отделение и реанимация. А на последнем пятом этаже – 8 операционных, где будут проводиться самые сложные операции, которые теперь будут доступны жителям Берестейского региона. Объект вы сами, наверное, могли убедиться, что сделан качественно строителями. Прежде всего, строителям надо сказать спасибо. Сам он по себе функциональный. Видно, что и врачи работали в период даже, наверное, и при проектировании. Потому что сделано все функционально для удобства работы, для удобства больных, которые находятся в палатах и в операционных. Вот сочетание такого, что возможности хорошие и для лечения, и качественные условия пребывания – вот достоинство вот этого корпуса. Поэтому я лично доволен, потому что все при мне, как говорят, проходило. Введение нового корпуса ставят перед персоналом областного онкологического диспансера и новые задачи, среди которых повышение качества оказания специализированной помощи, улучшение ее доступности посредством сокращения чередей и времени ожидания. Кроме того, уже сегодня ведутся работы по реконструкции помещений под установку нового оборудования – эмиссионного томографа, линейного ускорителя, компьютерного томографа и мамографа. Это позволит медикам выявить заболевания еще на ранних стадиях и сократит количество нуждающихся в сложных хирургических вмешательствах. Продолжение следует...